Добрый день, Елена Александровна. Добрый день, уважаемые телезрители. Буквально на днях вы вернулись из Москвы, там проходил большой такой слет, съезд уполномоченных по правам ребенка, уполномоченных по другим направлениям, и все вместе вы встречались с главой государства. Вот чем вызвана необходимость встречи на таком высоком уровне? Владимир Владимирович в своем послании обозначил основные приоритеты развития нашего государства. Это прежде всего крепкая, здоровая семья и безопасность нашего государства. И вот развивая дальше, он говорил о важности. Важности на сегодняшний день выступает проблема воспитания. Мы все должны помнить, кто мы, откуда мы, кто наши предки. Мы должны знать свою историю. Мы должны дорожить то, что у нас есть. Зная историю, мы должны знать, какой ценой досталась нашему государству свобода, независимость. Кто добывал эту свободу, независимость в Великой Отечественной войне. Недостаток патриотического воспитания к чему приводит, незнание своей истории к чему приводит, это можно убедиться на примере наших соседей. Видим, к сожалению. Говорил Владимир Владимирович в своем послании о социальной сфере. Говорил о важности репутации медицинских работников, учителей, педагогов, воспитателей. Репутация этих работников, из их репутации складывается в целом репутация школы, лечебного учреждения, детского, дошкольного учреждения. Вы сказали о том, что наша задача, это чтобы дети росли, осознавая свою сопричастность к великой истории, к семейной истории. Но как быть ребенком, если он сирота? Дети, оказавшиеся сиротами или без попечения родителей, они должны воспитываться в семье. Если буквально три года назад у нас 80% и только 80%, даже меньше детей, сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, воспитывали в семье, то на сегодня в семьях воспитываются, в семьях опекунов, в приемных семьях усыновляются. У нас 92, более чем 92% детей-сирот воспитываются в семьях. Да, не повезло им со своей родной семьей, но они теперь воспитываются у более ответственных родителей, у более любящих детей, уважающих детей, считающихся с вопросами и проблемами детей-родителей. Да и число выявляемых детей-сирот уменьшается. Если у нас три года назад и раньше в республике выявлялось каждый год больше, чем 500 детей-сирот, то в 2013 году в республике выявили 390 детей-сирот. В этом году, по состоянию на сегодняшний день, эта цифра еще меньше. И что приятно еще, уменьшается число выявленных детей-сирот при живых родителях, детей, оставшихся без попечения родителей. Без попечения социальных сирот. Если, вот я говорил, их три года раньше и еще раньше до этого было больше, чем 80%, то по состоянию на сегодняшний день 66% вновь выявленных детей-сирот только имеют родители. К сожалению, это пока есть. Все-таки мы так устроены, что убедительнее всего звучат цифры. За этот год, за 2014, ну практически он уже истек, вот в вашем случае сколько было выявлено ситуаций, когда действительно нарушались права ребенка в Чувашской республике? Ну, к нам обращаются люди. Мы работаем, во-первых, по обращениям граждан, и дальше есть у нас еще и профилактическая работа. Если судить по числу обращений, то более 600 обращений в этом году было. Вот действительно, где там люди обращаются, есть вот понятие закон и требование закона, выполнение требований закона. А еще людей беспокоит вот не сколько нормы закона даже, а вот чисто человеческое понимание вопроса. Допустим, в предоставлении жилья существует определенная очередность, а в то же время есть право у детей-сирот получать жилье по достижении 18 лет. Да, как никогда за последние три года увеличилось число предоставлений жилья детям-сиротам. А если 5-6 лет назад в год у нас в целом по республике уделялось 60-70 квартир для детей-сирот или отдельно стоящих домов, то за последние три года, это я просто перечислю, 337, 262, 495 за последние три года, вот столько было предоставлено жилья. Проще назвать, сколько осталось, да, не получивших? И этот вопрос находится на постоянном контроле у главы республики Михаила Васильевича Игнатьева. Ну, число оставшихся, оно постепенно уменьшается, но начиная с 2013 года в закон внесли изменения, и число детей, вот, имеющих право на получение жилья, их число просто оснований, число оснований увеличилось. И поэтому вот число претендентов, вот в прошлые годы, если они не претендовали на получение жилья, то число претендентов, самих претендентов увеличилось. Поэтому, но в целом, все равно очередь, это движется, вот в Чебоксарах, например, дети получают некоторые, вот очень приятно, молодые люди в армию отслужили, пришли, и через неделю они жилье получают. Девочки закончили даже среднюю школу, значит, им, они достигли совершеннолетия, и получают жилье. Ну, по крайней мере, этот вопрос постоянно на контроле, и очередь движется. Самое главное ведь, чтобы не было сирот в обществе. И вот тут тоже не все муниципалитеты одинаковы. Я вот могу привести пример, вот, добрый пример. Ельческий район. За последние два года там не было выявлено ни одного сироты при живых родителях. Вот. Чем мы отличаемся друг от друга, муниципалитеты? Вот чем отличаемся? Мы все одинаковы, республика наша небольшая. Ну, вот, в качестве примера, вот, Ельческий район. Хочется еще раз об этом напомнить всем, что надо сделать так, чтобы все дети были в детстве счастливы, чтобы у них были любимые папа и мама, любящие их папа и мама. И мы говорим всегда, и так легко это произносим, дети – наше будущее. Вот счастливые сегодня дети – это счастливые наше будущее взрослых. Потом уже, потому что нынешние дети станут… Да, нынешние дети счастливые уже обеспечат нынешним взрослым счастливое будущее. Я всех хочу, и взрослых, и детей, и мам, и пап, и их детей, бабушек, дедушек поздравить с наступающим Новым годом, пожелать им всем здоровья, взаимопонимания, чтобы они были счастливы вот именно между собой, чтобы они радовались успехам друг друга. Взрослые, чтобы поддерживали детей, а дети, чтобы своими успехами радовали своих родителей. С наступающим Новым годом! Спасибо большое! Вас тоже с наступающим! И напомню, что сегодня у нас в студии был уполномоченный по правам ребенка в Чувашской республике Вячеслав Рафинов. Спасибо за внимание, всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!